В конце девятнадцатого века в составе атома были обнаружены заряженные частицы и перед учеными встала проблема разработки электрической модели атома. Одной из первых таких моделей предложил английский физик Томпсон. Каким же представлялось ему строение атома? Атом, по мысли Томпсона, в целом электронейтрален. Положительный заряд, распределенный равномерно, занимает весь объем атома. Внутри положительного заряда находятся отрицательно заряженные частицы электроны. Модель Томпсона объясняла устойчивость атома, и в этом было ее достоинство. В самом деле, при подобном расположении зарядов на электрон, сместившийся из положения равновесия, должна действовать сила, стремящаяся возвратить его в это положение. Однако любая теоретическая модель всегда требует экспериментальной проверки. Проверку модели Томпсона решил провести английский физик Эрнст Резерфорд. Он предложил зондировать атом с помощью альфа-частиц. Представим, как должна двигаться альфа-частица, взаимодействуя с атомом Томпсона. Мы знаем, что положительные и отрицательные заряды здесь перемешаны, поэтому суммарное электрическое поле, как внутри атома, так и вне его, будет довольно слабым и не вызовет заметного отклонения альфа-частицы. Непосредственное столкновение массивной альфа-частицы с легкими электронами также не может привести к существенному отклонению альфа-частицы от первоначального направления. Значит рассеяние альфа-частиц в рамках модели Томпсона должно происходить только на малые углы. Для исследования рассеяния альфа-частиц была создана экспериментальная установка. Источником альфа-частиц служил радиоактивный препарат, помещенный в закрытый кожух с отверстием. Пучок альфа-частиц проходил через тонкую металлическую фольгу и попадал на экран, покрытый сернистым цинком, вызывая при этом вспышки, доступные наблюдению в микроскоп и подсчету. Вопреки ожиданиям были обнаружены частицы, отклонявшиеся на большие углы, подчас даже превышающие 90 градусов. Это полностью опровергало модель Томпсона. Чтобы объяснить рассеяние альфа-частиц, Резерфорд выдвинул идею об ином распределении зарядов в атоме. Согласно модели Резерфорда, основная масса и положительный заряд сосредоточены в ядре, а электроны движутся вокруг него. Эта модель получила название планетарной. Предположение Резерфорда было очень смелым. Оно противоречило факту устойчивости атома. Ведь согласно классическим представлениям, движение электрона по орбите происходит с ускорением. Поэтому он должен непрерывно тратить энергию на излучение и неминуемо упасть на ядро. Однако падение не происходит. Законы классической физики оказались неприменимы к микромиру. Строение атома определяется иными квантовыми законами. Ученик Резерфорда Нильсбор сделал первые шаги на пути к постижению этих законов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...